Гормон окситоцин в естественных родах. Как он работает и почему это важно? Я думаю, что практически все собравшиеся вокруг этого фестиваля женщины и мужчины неоднократно наслышаны о волшебном гормоне окситоцине и его действиях. Это волшебный гормон любви, который мы испытываем, когда обнимаем друг друга, когда смотрим друг другу в глаза, когда говорим слова любви. В рамках родового процесса окситоцин играет важнейшую роль. Так женщина получает самый мощный приток окситоцина через 30 секунд после рождения ребенка. Именно этот гормон запускает активные маточные сокращения, обеспечивающие скорейшее освоение плаценты и тем самым гарантирует безопасность в третьей стадии родов – рождение последа. Окситоцин также предопределяет материнский инстинкт. Таким образом, в случаях разлучения детей с матерями, женщины-роженицы испытывают в действительности колоссальный стресс, который может привести к существенным осложнениям в третьей стадии и угрожать более того жизни роженицы. Новорожденный тоже переживает пик этого волшебного гормона. Проходя через колоссальную компрессию материнских родовых путей, он испытывает пик адреналиновых гормонов, которые в свою очередь тоже чрезвычайно важны для остановления определенных механизмов. Адреналиновая система запускает процессы метаболизма накопленных жиров в доступной форме энергии, а также обеспечивает оптимальное питание головного мозга, как бы перекачивая от периферии к центру. Но дело в том, что в ближайшие минуты после родов завышенный уровень адреналина должен в обязательном порядке быть компенсирован окситоцином, с тем, чтобы накопленные энергетические ресурсы не были растрачены слишком быстро, потому что тем самым малыш будет просто скомпрометирован. И уровень окситоцина в крови малыша повышается только в непосредственном телесном контакте с его мамой. Вот почему так важно оставлять новорожденного на голой груди у мамы. И нет никаких весомых причин для их разлучения. Когда же ребенка отлучают от матери, забирая на осмотр, в детскую комнату, на процедуры, тот переживает колоссальный стресс, потому что новорожденным им неведомо понятие времени. И если малыша унесли, то все, что он знает, это то, что мама далеко, мама недосягаема. И когда это прекратится и закончится ли вообще, ему неизвестно. Результатом таких переживаний является вновь завышенный уровень адреналиновых гормонов, которые теперь уже играют совсем не на пользу новорожденному малышу. Ведь доказано, что новорожденное стабилизируется значительно быстрее и лучше на груди у матери, нежели в отдельных боксах. Даже терморегуляция осуществляется значительно лучше в тесном непосредственном телесном контакте с мамой, нежели в присутствии гормонов стресса. И узнаете, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Ольга и Светлана, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, отвечаем на интересующие вас вопросы, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный, немедицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых эксперты-помощники из 22 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения в мире». Для этого нажимайте на кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец говорил, «Ребенок рождает родителей». Мы рождаем новые роды в мире. Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. Вдохновением, Ольга, Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова